На улице Гвардейской 9 около 4 месяцев назад начали капитальный ремонт помещения. Здесь будет многофункциональный центр для иностранных студентов, а также департамент по внешним связям Казанского университета. Когда здание будет готово для приема иностранных студентов, выясняла наш корреспондент. В первой части здания будет многофункциональный центр для иностранных студентов. Здесь они смогут получить ответы на все свои вопросы. Здесь будут две приемные комнаты. Одна будет отвечать за все, что связано с миграционным приемом. Другая будет связана с образовательной деятельностью. Все вопросы, которые у них возникают, связаны с образованием. Здесь они смогут получить необходимые документы, справки, получить какие-то выписки. Будет отдельная электронная очередь. Соответственно, они смогут дистанционно и на месте записаться на этот прием. Во второй части здания будет располагаться департамент по внешним связям Казанского университета. Здесь же будет фронт-офис департамента и бэк-офис. То есть все сотрудники будут располагаться на этом крыле. А также будет отдельное место для работы с преподавателями, говорит Тимирхан Алишев. Кроме того, здесь есть еще подвальное помещение, которое тоже сейчас приводится в порядок. Я думаю, что со временем они тоже будут вовлечены в какую-то работу и будут полезны и функциональны для иностранных студентов. По словам Артура Хабибулина, планируется, что ремонтные работы на этом объекте закончатся к концу июля. На сегодняшний день отделочная работа с той стороны здания уже окончена. Приспособность сейчас ведется замена наружных витражей, так как существующий витраж не удовлетворялся по техническому расчету здания. Ведется замена наружного витража и небольшие ремонтные работы в подвал для приспособления под нужные института, департамент внешней связи. По плану уже в сентябре помещение должно открыться для приема иностранных студентов, которые поступят в Казанский университет в этом году, утверждает Тимирхан Алишев. Эль Джамини Баева, Ленарда Влетьяров, Универтньюз.